Следующая коллекция, это коллекция Креатив. В данном случае это уже стандартная экологическая пена, но с нанесением, опять же повторюсь, пигментов, которые мы используем в горячем в тиснении, пигментов, винили. С одной стороны он простой, а с другой стороны есть своя изюмка. Плюс это вертикальные волны, которые продавались всегда и многими производителями. В данном случае коллекция, наверное, сегмент больше ниже среднего. По цене она ниже, чем в наших странах. Пена дешевле, чем конвертная печать. Но, несмотря на это, мы здесь что еще сделаем? Если обратите внимание, здесь три уровня ременка. Вот эти полосы, они, часть сделаны как на авроре, потом идет, собственно, слой винила. И дополнительная полоса, она тоже имеет приведу. То есть она на оборудовании. То есть она на оборудовании, вы видите, очень хорошо. Или это будет все. Простота дизайна. Как бандажа, активно. Постройка, полоса ощущается. Не просто нарисована что-то, да, визуально. Это именно давлено. А у вас есть какая-то коллекция, чтобы пановку подобрать? Потому что сразу задают вопросы, есть ли фон. Данная коллекция, она исполнена? Да, она исполнена. Да, она исполнена. Ну, в данном... Смотрите, здесь... Света такое должно быть. Да. Мы используем длинных цветок, вот на данном случае, дизайна, это большая. Есть еще черно-белый вариант. То есть мы сейчас стараемся в подобный дизайн использовать метод инверсии. Потому что зачастую... Здесь не очень хорошо видно. Волны как бы... ...всех. Если бы... Да, если бы сюда пересеть, то вы увидите, что можно со светом все комбинировать. Вот мы не смогли скомбинировать, потому что вот эти сами волны, они разных оттенков. Вот нужно было сделать у белых, там мы как раз смотрели с белыми... Белые на белых? Белые, серебро и третья волна другого цвета. То есть с черным уже не состоит больше. Надо было вот эти полосы делать, чтобы они перемещались, особенно с темными цветами. Потому что мы с клиентами это сразу начинаем. И это возможно сейчас, даже сейчас сделать, то есть добавить цвет. Либо универсальный фон. Либо универсальный фон. То есть вот они белые и с черным его никак не состыкнуть, потому что с темными. Угу. Спасибо, мы желаем. Следующая теория мы уже разрабатываем, не всегда видим, что... Как это будет. Следующая коллекция, это коллекция Октава. Также здесь применена комбинированная печать. То есть это, грубо говоря, первопроходцы наши. Здесь, как бы, также он является трехслойным. То есть трехслойным. Объем, скажу так. И плюс-то используем пигментов. В данном случае пигмент нанесен по фонту. То есть мы не заливали полностью. То есть весь этот рисунок, он идет по фонтуру. Также к нему идет фон. Фон в виде штукатурки. Который можно только клеить. И не сдирается. И не сдирается, да. Следующая коллекция. Это коллекция клевер. Это уже идет горячее объяснение. Вот. Здесь, как бы, визуально, может быть, да, кажется, тягам просто. То есть, ну, такого вроде клея. И точка, да, очень много. Но если с технологической точкой времени, да. Вот здесь, как бы, надо поближе его раскладывать. Здесь порядка, по-моему, четырех вариантов разнонаправленного теснения только на фоне. Вот. Плюс идет, опять же, он сделан слоями. То есть это очень объемно. Также здесь нанесен пигмент. Что придает дизайнер более глубокий объем. Объемный мир. Вот если, как бы, Александр говорил, да, что касается волок, да, то здесь можете просто сами посчитать, сколько здесь используется волок. Технологический дизайн достаточно сложный. И на самом деле, настолько, скажем так, нет трубки, что заморачиваться очень мало фактов. То есть плюс здесь использована рушнайдерная волковая. Это не машина. Соответственно, вход сделан также в виде штукатуры. Труснаправленные, да. Как бы тоже, хотелось бы узнать, нужно как-то на качестве? Чтобы сделать именно подобный, достигнуть такого эффекта, нужно ли это конечное. Либо что можно изменить в этой коллекции? Можно что-то вам не нравилось. Кто-то брал ее в себе, кто-то продавал. Ну, как? Как? Именно этот цвет, да? Да. Вот это вот разумные упражнения с ними, что это, ну, очень оправданно. Ну, это вариант на резке различать вот эти QR-коды, чтобы у менеджера была возможность виртуализацию коллекции показывать при отборке. Дальше, коллекция Эйлер. В данном случае мы попытались совместить, может быть, несовмещаемые, да, то есть какие-то геометрические фигуры, да, и с каким-то классическим цветом. То есть коллекция сделана в технике ступени на лавинил и трафаретная печать. Вот. Как бы тоже хотелось бы понять, нужно ли развивать такое направление, именно что имеется в комбинации похожего цвета. Она, как представлено, из ярких цветов. И нарезку, наверное, тоже, да, где есть. То есть там точно такие же яркие цвета, как и геометрия. Яркая красная, яркая оранжевая, такой малиновый цвет. Вот. Эта коллекция... Она без фона. Она без фона. Она без фона. Она без фона. Это вопрос. Должен ли ей код? Поэтому нарядить ее. И в каком тогда формате должен быть? Что там должно быть? Код мог бы быть только вот с этими круглешками. То есть круги вверх вот этого? Да. С пустыми кругами. То есть вот эти пустые круги, большие? Да. Ну и большие, маленькие. В пересечении просто убран круг цветной. Заполнили. Не будет ли это сильно насыщенным кругами сделать круг? Нет. В маленьких помещениях. Ухуай. То есть, грубо говоря, получается, все фоны должны быть каким-то рисунком. Да. Пустые фоны особо не воспринимаются. Да. Они воспринимаются. Ну, ну, в зависимости от цвета. Конечно. Вот о чем говорил Александр, это наша реновация. Коллекция называлась «Боярский винзель». Это шелкография. Сделали в новых цветах с применением современных технологических решений кросс-пигментов. Дополнительно то, что не принесли. Это уже шелкография, да? Это уже шелкография, то есть это новая коллекция, которую мы сделаем через страну. Опять же, нужно ли развивать эту технику? Нужно. 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 Театрику шелкографии нужно развивать. Да. Успех коллекции «Боярский винзеля», которые дважды пережили на реновацию, у нас, потому что это достаточно реновация, нас на основе натолкнуло для изогновительного производства проекта «Боярский винзель» с обновленной металлистикой, более спокойной, более депутатной. Но при этом мы кое-что технологически еще добавили. То есть, в первоначале он был одноцветным, но вполне фактически. Либо он зонтый, либо серверовый, а самолеты. Сейчас мы его сделали… Более объемным, многоцветным. Это иначе выиграют, чем выиграют. И вот вы первые, кто его видите. 53-я, больше. Хорошо. Задаму, пусть вы хотели бы увидеть, как это все будет. Шелкографии? Нет, нет. Горячее отчиснение? Горячее отчиснение в регистрах, но в этом стиле. Ну, сейчас очень много. Вы понимаете, сейчас… То есть, мы были бы не великолепны, а в полметра… А в полметра… Он не будет востребован так. Потому что сейчас в полметре… Я не спрашиваю, что в горячей… Не-не, нормально. Вот именно, мол, и сама по себе нормально. Вот, следующая коллекция. Это новинка. Коллекция называется «Лимон». Вот, как уже мы говорили неоднократно, это наша кухня, которую мы умеем делать. Соответственно, здесь каждый элемент проработан. Именно продавлен, есть определенный рельеф тиснения. То есть, если что, можно закусывать. Да, если что, можно даже донеснуть кому-то. А, вверх. Здесь классическая ингидирование. Здесь, получается, защитный слой, который… Потому что, на счет чего ее можно мыть, на счет чего она более устойчива к выгоранию. Цвета, вот тоже вот. Посмотрите. Особенность данной коллекции. Вот, цвета у них есть. Мы уже нарезаем. Четыре цвета, где только один фон. Он универсальный для четырех колористов. Да. Этот фон подходит четырех колористов. Четырех колористов. То есть, много держать. Здесь, смотрите, фокус в том, что здесь меняется цвет только вот этих мест. Да. Сама по себе шотландка, она идет одного и того же цвета. Это очень удобно. Да, вот это хорошо.